Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тревога без попереджения для подрыхтовки до зимового периода МНС провело масштабное вучение в Будокошалевском районе Маленькие новоселы, каля тысячи особен с Чупака, пополнили акваторию Ракисош А зараз об этом и иншим больше подробязно Якось медицинских послуг, зарплаты у Рашоу, проблемы пациентов и великие будовли Сегодня президент наведал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском Тут открылся пансионат для пациентов и тех, кто их сопроводжает, различные на 135 человек В этом же помешкании столовая и кафе Нуморы одноместные, двухместные, повышенной комфортности А так само для пациентов с обмежеванными махчимостями Комплекс включает у себя и оздоровленный центр И он объединяет залы лечебной физкультуры, массажный кабинет, бассейн и тренажерную залу Президент ознайомился с умовами проживания в пансионате А глядя у столовую, подсекавился организацией харчевания При этом, изменивший маршрут, Александр Лукашенко доведался об усих деталях Погутарил с обслуговым персоналом и кухарами По традиции, важный социальный объект увели устроен на пяре днесемого листопада Зараз это тое место, где могут спуниться свояки пациентов, которые имеют потребу в догляде Ранее им доводилось шукать и сдымать жиле в Минску и пригороде Драть шкуру с людей, которые попали в беду, в ценах, ни в коем случае не надо Это для людей Да, это не должно быть в убыток Поэтому твоя задача – заработать столько денег, чтобы окупить Хотя бы окупить, не надо прибыли, а купить это здание Но не за счет бедолах Надо сделать все, чтобы люди, но довольны они, конечно, никогда не будут, потому что в такой ситуации будут находиться Но чтобы они понимали, что есть какая-то справедливость Вот это объект справедливости Так само президент наведал побудованный недавно комплекс интернатов для сопрацовников РНПЦ, онкологии и инших медустанов района У центра уваги планировка кватер, умовы проживания, допоможные помешкания По час поездки не застались и у Баку и самые острые пытания ховы здоровья Кадры, забеспеченность найнушим обсталяваниям и зарплаты Зарплата зарплаты, не богатая, но и не бедствует Мы, конечно, будем придерживаться этой линии И 25-му году у нас будет двойная зарплата у врачей и так далее Но главное, чтобы все не были подстрижены по одному ребенку Но не это главное Главное оснастить медицинским современным оборудованием и техникой врачей Чтобы врачи имели самое современное оборудование Как это в Германии, Израиле и так далее А то, что они будут мигрировать врачи Это я особо не напрягаюсь Возьмите, сколько у нас в клинике приезжают Не только наших уже соотечественников из Израиля Просто люди, которые уже там выросли врачи И обладают определенными навыками Они приезжают к нам На некоторое время консультируют Мы зовем с Америки очень много Особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям По сердцу ребенка и так далее Я помню, когда этот центр создавали Поэтому меня не это напрягает Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен так же, как зарубежный Актуальную тему працованной миграции врач-шоу закранули журналисты Недавно Польша ввела новые правила для специалистов не с Евросоюза Теперь медикам у тем лику и белорусским не придется подтверждать свой диплом Треба будет только пройти экзамен у клиницы Те не посприяя гэта оттоку кадров у Ахове здоровья Нас это волнует, но не напрягает Как Суконка сказал Слушайте, у меня хватает И врачей, и прочее Министр говорит, в течение двух лет мы вообще эту проблему снимем Поэтому может и ничего страшного Что человек поехал, где-то чему-то подучился Главное, чтобы он не забывал о стране Возвращался обратно и помогал стране Вот я приводил пример Несколько евреев к нам приехали с Израиля Те, которые уехали с Советского Союза Даже не с Беларуси И которые там родились Вот они чувствуют, что это их земля Здесь их никогда не обижали Они проезжают, делятся своими знаниями И за это копейки берут всего Может быть и это не совсем плохо Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни кого-то Инженеров наших никто не будет И журналистов тоже Все равно силой не удержишь человека Мир глобализируется Перемещается, миграция огромная Люди перемещаются Поэтому надо цивилизованно работать с людьми Так само журналисты Итекавились омеркиванием президента На конты внешнеэкономичной политики Перепису насельства И относину до традиции листопадовских святов У делу выборов вытворчат травматизм И мониторных цен в магазинах Старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда Сустрелся с профсоюзным активом Гомельской области А так само наведал сельгазпродприемство Брыльова Об чем ишла размова, ведают наши корреспонденты По словах Михаила Орды Почас таких сустреч Завсёдно обмярковываются пытания Кие потребуются уваги профсоюзов Оздоровление, спорт, оборона правов И интересов членов профсоюза И особливо профилактика вытворчаго Травматизму и гибели людей Эта тема завжды повинна быть на первом плане Так само на парадку дня Важная политичная падея Выборы у палату представников Профсоюзы принимают у компании активный удел Представники объединений В составе выборчих комиссий Розных узровнев, инициативных групп И назиральников У нас в Будокошелёвском избирательном округе 80 человек членов профсоюза Были выдвинуты в комиссии избирательные Сейчас были уже аккредитованы 59 человек на наших избирательных участках То есть Проходим, будем проводить учёбу Подбор, конечно, подводился Действительно профессионально К каждому человеку Потому что в каждом избирательном участке Должен быть профессионал своего дела То есть смотреть, отстаивать законность Проведение выборов Открытость проведения выборов На будущих выборах У лику назиральников будут 10 тысяч представников профсоюза Их головная задача Забеспечить законность Выборчего процессу А тому на выборчие участки Профсоюзные наглядальники Пройдусь юридично подрихтованными Проводим подготовку Обучение наших активистов Которые выдвигаются Будут работать непосредственно Наблюдателем Потому что сегодня наблюдатель Национальный наблюдатель Так вот по законодательству Избирательному называется Должен знать свои права и обязанности Он не должен там ради галочки находиться Он должен активно работать Он должен сегодня смотреть за тем Чтобы законодательство на практике Имело правильную практику Свою исполнение и применение Безусловно, наблюдатель национальный Должен смотреть за тем Чтобы выборы проходили спокойно Чтобы никто не мешал людям Определиться Своё, так сказать, принять решение В отношении своего голосования Сельгаз предприемства Брильова Специализуется на вырошивании Гародниным Год тут выпускают от 15 до 17 тысяч тонн Продукцией Она користается традиционно Высоким попытам В основном мы торгуем В розничную и часть оптовой торговли Ну и своя Своя тоже продают Свой фирменный магазин Имеем свои ларки На рынках и так далее Профсоюзы в опочные годы Шмат уваги надают С мониторингу цен на продукты Першей необходности Сельгаз продукция у их лику По словах старшини ФПБ Бывает, что Белорусская Гародня Назначено прибавляет у кошти И не за все до обгрунтована С рот причин банальный дефицит Белорусскую Гароднину По больше высоких ценах Продают за мяжу А на властные потребы Не хапая С метой разобраться У ситуации И наладить взаимодействие Не помежевытворцами И оптовыми покупниками Федерация профсоюзов Выступила за инициативой Организовать суместное посаджение А на завтра мы собираем Это впервые Такая встреча Где-то по 10 хозяйств фермерских Приезд в каждой области нашей страны И мы приглашаем на этот разговор Руководство Евроопта Для того, чтобы мы вместе Посмотрели И выработали подходы Правила игры выработали Для того, чтобы Они не смотрели друг на друга Как соперники А сегодня, понятно Торговые сети продают Люди выращивают Но никто не должен На ком-то наживаться Цивилизованные правила Гульнина рынку Личать у профсоюзах А добьются и на кошти Сельгазпродукции Для насельництва И выключать Его необґрунтованный рост Максим Савин Игорь Маришенко Телерадио Компания Гомель На аппаратной нараде У старшині Гомельського Аблвыконкама Геннадия Салауя Поставлена задача Реализации комплекса Додатковых мер По повышении безпеки Дорожного руху Неуапошнюю чаргу Гэта выкликана Селетнім ростом Основных показчиков Аварийности Наши корреспонденты Подсекавляся планами Дадзіныя дзержа Аутоинспекции Светшать Сколькость транспортных Сродков на Гомельщене Постоянна повеличивается Зараз гэта Больш як 570 тысяч Ауто Причим толькі Заапошний год Рост склав Амаль 10 тысяч Адзинак Основная частка транспорту Сконцентрована У областным центрем Створанная 10 годзі тому Транспортная інфраструктура До таких потоков Оказалася готова Не усюди У якості прикладу Частка вулицы Ильяча У Новоберіце Об'єхать тут Аутобус На припынку Складана Приходяцца чакать У великих чергах У Гомельскім гарваканками Пропануюць створить Так званые кишени Для выполнення Этих мероприятий Проходима Разработка Проектной документации Вынос сетей Устройство Асфальтировання Устройство кармана И Значительное Финансировання Вопрос Этот час Рассматривається Для включення В программу Строительства Дорожной сети На 2020 год Сярод проблемных Участков Территорії Каляновучальних Установ На проездной частці Улицы Гагары Настільки ауто Что подъехать До 21-й школы Достатково Проблематично И еще большую Тревогу Выкликает Той факт Что у таких Умовах Навичинцы Незавсюди Бачать Автомобили Якие Рухаются А водители Часто Зауважают Дятей Уапошний Момант И еще Горщ Ситуация На сусідней Столярной Улице Желательно Чтобы здесь Было Более Свободное Пространство Чтобы Хотя бы Дети Видели Куда Выскакивать На дорогу Ну и Водители Видели Что Ребенок Здесь Ходит Потому что Знаков Что тут Школа И Всего Никаких Лежачих Полицейских Нет И еще Одна Гомельская Проблема Регулирование Дорожного Руху С допомогой Светлофоров Со 198 Пристосований У Якие Установлены У Городи На центральном Пункте Бачать Стольки 85 З усіх Обласных Центров Такая Ситуация Даречи Характерная Только Для Гомеля А пошний Раз Модернизация Пункта Проводилася Больше Як 15 Годов Тому С того Часу Транспортная Ситуация Зменилася Вельми Значна Усі Разумеюць На реалізацію Планаус Потребіцца Немаленькі Сродкі Але Калі Больше Як Полова Светлофоров Працюя Практична У Аутановным Режимі Гэта Нелепшим Чынам Отбиваєцца Надарожные Беспеці Приобретіння Нового Оборудовання Позволить нам Контролювать Город Гомель Сто процентно І такі Города Обласного Значення Як Мозыр Жлобин І Речіцца Олег Сентюров Сергій Негеревич Валерій Гапанько Телерадиокомпанія Гомель Тривога Без попередження Для подрыхтолки Дозімового періоду МНС Провяло масштабное Вучення У Будок-Кошалёвським Районі У їх заденічали Усе районные Аварийные І вратовальнія службы За ходом падзей Назірала Ганна Каральчук Згодно з уходних дадзінах Вучення У Гомельской області Пройшов циклон З великим снігопадом І заморозками До мінус 25 градусів Порывы ветру Досягають 20 метров за секунду По гэтай причині У районі Здарылся Шмат надзвычайных Ситуацій З обрывом Ліній Электропередач Разбуренням Даха у дому Подшкодженням Траст Теплозабеспечення Тримати уводне І обмерковать Далейший ход дзеню Пасля усі Отправилися на пляцовки Першим пунктом Стала ДТЗ Калявіцкі Болдуі Тут по легенде вучення У западення древа На дорозі Утворився Автомобільний затор До ужинюю кілометр У ім знаходяться Більше 200 автомобіля У сірод яких Пассажирський автобус Паттерпелыми На місце Прибыли Специалисты Дорожно-рамонтно-будовничого Управління Які расшистили дорогу Заказали необхідну допомогу Подсистема ГСЧС Справилась З данной задачі Все евакуированы І спасены Зараз проводиться Отработка водной По обеспеченню Електроснабженням Молочно-товарной фермы І городської Центральній больниці В случае порыва Також обільних осадков І порыва сильного ветру Произошло Отключення Данних об'єктів Для забезпечення Електричністю Больниці і фермы Увез Цедуравичі Туди доставили Мобільний генератор Електричності При гайтом управління МНС Звернуло увагу Керівництва Продприємству Що у випадку Надзвичайной ситуації Електрогенератори У першу чергу Подадуть соціальним Об'єктам Тому власникам Господарок Лепш задуматься Об набиті Своих генераторів Каб позбегнуть страд А почнею водной Бало забезпечення Насельництва Пятной водой За прорывом Магістрального Водозабеспечення Города Не глядячи на тое Що в ученні У районі Проходзіли раптовно І без попередження Аварійні служби Справилися з задачами Я считаю Що водні С водними Ми, які поступили Справились Данне учення Во-первых Необходимо проводити Для того, щоб Все були готові К этому Але на сьогоднішній день Служби Все служби Которые задействуються При ліквідації Каких-то чрезвычайних ситуацій Они готові І будуть завжди готові Выполнить свои задачі Для подрихтовки До снегопаду І заморозков Подобніе в ученні Проведуть во всіх районах В області Ганна Коральчук Ігор Маришченко Телерадоя компанія Гомель з Будо-Кошелевського района Протягуємо тему У рамках пожарно-профілактичной акції За безпеку разом У обласним центру Веретовальники Провели не з усім Звичайний рейд Разом з керівництвом І навчанцями Середній школи Нумар-9 Гомеля І вони наведдали Шмадзетнія семі І ветеранов педагогічній праці З мети усталювання У їх квартирах Пожарних оповіщальників Юни Веретовальники Пожарні Разом зі спеціалістами Гомельського обласного управління МНС Наведують ветерана педагогічній праці Ніну Васільюну Жанчина 25 років Працювала наставником математики У середній школі Нумар-9 Гомеля І ще 10 років У ліцеї МНС Зараз знаходяться На заслуженому відпочинку Нечеканим візитерам Господиня дому зрадувалася Хутки знайшла місце Для такого корисного подарунка Пожарні оповіщальники Для гетага рейда Добра і безпеки Закупила керівництва Середній школи Нумар-9 У практиці допомагать Сем'ям своїх навчанців Утім ліку по створенні Безпечних умов проживання Треба значить, що це не перший рейд Добра і безпеки Подобні проводіліся рані У інших районах Гомеля Усього таким чином Удалось установити 43 аутономних оповіщальника Здається, лише б невеликий Однак, це важкий уклад У безпеку наведених сім'їв Евгений Кухаронак Кігар Маришченка Телерадоя компанія Гомель Завтра глядіться на телеканалі Беларусь-3 Чаргове передвиборне Виступлення кандидатів У депутаты Палати проставників Національного сходу Республіки Беларусь Сьомого склікання З 19.00 до 19.30 У ефіри Виступлений кандидатів По Гомельській промысловій окрузі Нумар 35 С 19.30 до 19.50 До выборщика Узвернуться кандидаты По Палецькій окрузі Нумар 43 Нахадаєм виступлений Вийдуть у ефір На телеканалі Беларусь-3 Каля тысяча особенністью пака Паповніли акватору Уракі Сош Зарыбліні здійснили Две організація Які ожитявляюць Гасподаршу дзейності На водоємі Новосілу з'явіліся У Чонках На Володськім Возері І у Вєтківськім районі Выпускалі у Сош Гадавалага з чупака Рыба такого узросту Має більш високую выживальність Периодично Паповнять рыболовні запасы Арандатору обов'язуває Законодавство У выніку вигады для усіх І для господарок І для рыболовів-аматорів Зарыбління проводяться Згодно з екологічними потребованиями І під контролем Інспекціях у выживільного І рослинного світу Гэта інша новіна Ви можете знайсти На нашім сайте У інтернете Па адресі www.tvrgomel.by На гэтам Выпуск завершений Дякую за увагу І до зустрічі в ефіре Де-факто на телеканале Белару-4 В студії Руслан Габрилєв Здравствуйте Морозная ночь плавно перешла В день жестянщика Утром в Гомельской области Наблюдалась неблагоприятная Обстановка на дорогах А в жлобини в ДТП Попали сразу 10 легковых автомобилей І один автобус Пострадавших нет Причина – неправильно выбранная скорость Дорога утром подмерзла Не все участники массовой аварії Сменили на автомобилях резину В связи с переменой погодных условий ГАИ рекомендует автомобилистам Позаботиться о переходе на зимние шины Учитывая факт сокращения Продолжительности светового времени суток Инспекторы просят водителей Быть внимательными по отношению к пешеходам А тех, в свою очередь Сделать себя заметнее на дорогах Осутствие фликеров на одежде Пеших участников движения Может стать причиной наездов Будокошелева, 27-летний водитель Сбил женщину на пешеходном переходе Та получила травмы И была госпитализирована В хирургическое отделение Кстати, накануне в Будокошелевском И Светлогорском районах Сотрудники ГАИ проводили Отработку дорог За смену было выявлено 83 факта нарушений Правил дорожного движения 5 водителей сели за руль В состоянии алкогольного опьянения 20 оказались Непристегнутыми ремнями безопасности 6 перевозили детей Без автокресел Штрафов не избежали и пешеходы 9 человек нарушили ПДД Уголовная фотосессия Парням, которые сделали селфи На капоте милицейского автомобиля Грозит до 6 лет лишения свободы Накануне в Следственном комитете На двоих 23-летний гомельчан Завели уголовное дело Служебный автомобиль Департамента охраны Молодые люди приметили Возле одного из магазинов Гомеля В котором сработала тревожная кнопка Пока сотрудники разбирались в причине Парни подошли к машине И устроили активный фотосет Сначала сделали селфи возле авто А потом залезли на капот Но и этого одному из участников Фотосессии показалось мало Он завершил ее на крыше Возле проблесковых маячков Уталив творческий голод Молодые люди сели в свой автомобиль И уехали О наглой выходке Экипажу охраны сообщил Случайный свидетель Сотрудники вызвали экспертов Те зафиксировали следы От обуви на машине И несколько вмятин на кузове Найти хулиганов не составило труда Фотошедевры они сразу же Разместили у себя в социальных сетях Возбуждено уголовное дело По статье хулиганства Оба фигуранта дерзкой фотосессии Ранее уже имели проблемы с законом В Житковичах во время проведения Сварочных работ загорелась машина Буквально за несколько минут Огонь не хватил автомобиль Потушить пожар смогли только спасатели Сообщается, что полностью был уничтожен Volkswagen Golf Который в тот момент находился на ремонте И крыши двух гаражей Пострадавших нет Смертельные ожоги получила Пенсионерка в Реческом районе Как сообщают в МЧС Женщина готовила обед возле газовой плиты И перевернула на себя сковороду С горячим маслом При падении она зацепила раскаленную посуду Упала, потеряла сознание И получила травмы, несовместимые с жизнью МЧС призывает граждан Уделять внимание своим пожилым родителям И не оставлять их наедине С бытовыми трудностями На сегодня все Я Руслан Габрилев Благодарю за внимание Оставайтесь на Беларусь 4 На телеканале Беларусь 4 Гомель Новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Хоккейный клуб Гомель уступил Неману В домашнем матче чемпионата Беларуси В экстралиге Команды начали игру Стараясь держаться в обороне На 25-й минуте Противостояние счета Открыл нападающий гостей Антон Елисеенко На 1-0 Гомельчане отыгрались На 27-й минуте матча Забросил форвард Юрий Кокшаров 1-1 В середине второй 20-й минутки Нападающий гостей Роман Малиновский Точным броском Вывел свою команду Вперед 2-1 На 38-й минуте Поединка Его партнер По команде Артем Кислый Увеличил отрыв Реализовав большинство А еще через 20 секунд Забросил Александр Малявка 4-1 По занавес второго периода Шайба ворота Немана Забросил нападающий Рыси Насер Супхим 4-2 В третьей 20-й минутке Нападающий Гомеля Илья Серегин На 48-й минуте Сократил отставание До минимума После финальной сирены Счет не изменился 4-3 В пользу гостей В других матчах Чемпионата Беларуси Могилев уступил В домашнем противостоянии Солигорскому шахтеру 1-5 Жлобинский металлург Оказался сильнее Лиды 5-2 Минская юность Разгромила Динамо Молодечно 5-0 Чемпионат Европы По борьбе Среди инвалидов По слуху Стартовал в Гомеле За медали Борются более сотни Атлетов Из 11 стран мира В национальную команду Вошли 19 человек По итогам первого дня В копилке сборной Беларуси 5 медалей 2 серебра И 3 бронзы Огромное спасибо Председателю Белорусской спортивной Федерации Глухих Сегодня он смотрит Все проходит На высоком уровне Хочет поблагодарить Гомельских жителей За поддержку В соревнованиях И зрителей В том числе Завершили соревнования По волейболу В программе Круглогодичной Спартакиады Учреждений Высшего образования Гомеля В турнире Мужских команд В котором приняли участие 7 команд Уверенную победу Одержала дружина Белгута На втором месте Волейболисты ГГУ имени Франциска Скорины На третьем Команда Технического университета Имени Павла Сухова В турнире Женских Дружин участвовали 6 команд Здесь первое место Заняли представительницы Белгута На втором месте Команда ГГУ имени Франциска Скорины На третьем Волейболистке Медицинского университета Гомельские Бадминтонисты Привезли медали С республиканских Соревнований Минская осень За победу Боролись взрослые А также юноши И девушки До 15 лет Абсолютным победителем Турнира в возрасте До 15 лет А также бронзовым Призером Среди взрослых В парной категории Стал гомельчанин Глеб Швыдков С медалями Возвратились домой Также Владислав Картелев И Арина Мельник Оба выступали В паре С Глебом Швыдковым И напоследок Хорошая новость Для любителей гребли На байдарках и каноэ Спортсмены и тренеры По этому виду спорта Удостоены государственных наград Медалью за трудовые заслуги Награжден тренер Филиала Гомельское Государственное училище Олимпийского резерва Михаил Аземша Старшие тренеры Национальной команды Беларуси Николай Банько И Геннадий Галицкий Этой наградой Также удостоены Спортсмены Национальной команды Марина Литвинчук И Ольга Худенко На этом пока все С новостями спорта Вознакомил Максим Савин Оставайтесь На Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин